Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya. Сегодня поговорим о маунтах, а именно о более легком и более быстром их получении. На текущий момент идет припатч, и до припатча уже на самом-то деле делать было особо нечего. Я решил немножечко по-маунт фармить. Результат просто бомбический. 53 маунта за 59 дней, при условии того, что у меня уже было 418 маунтов. То есть, например, 53 маунта для свежесозданной учетной записи, это легко, относительно. Вы прокачиваете какие-то репутации, вы получаете маунтов, вы их покупаете. Например, какие-нибудь драконы пустоты, там продается, по-моему, 4 или 6 драконов. То есть, это уже хорошее число. И таким образом набрать, например, 50 маунтов за 50 дней, там, это вообще легко. В моей же ситуации остались только те маунты, которые дропаются. Ну, то есть, получается, что репутации еще очень-очень давно были прокачаны. Откроем вкладку репутации, посмотрим. 100 превознесений. 10 июля 2019 года. Ну, а если глянуть какую-нибудь цифру поменьше, то, например, 70 фракций, да, это июль 2016 года. А если глянуть, например, 55 фракций, то это октябрь 2012. Ну, то есть, я еще не стримил тогда. Получается, все идеально касательно этого. И люди иногда заходят, просто на стрим спрашивают, а у тебя есть такой-то маунт? А у тебя есть 100 превознесений? У тебя есть маунт за 100 превознесений? Конечно. Я же не просто так играю в эту игру, не захожу, не сижу в нажатаре 20 часов бездумно и бессмысленно. Все имеется, все замечательно, все хорошо в этом плане. И давайте немножечко поговорим вообще о маунтах в принципе. То есть, некоторые маунты у нас дропаются с маленьким шансом. Что мы можем сделать для того, чтобы просто-напросто они нам выпали более быстро? Немножечко вам советов расскажу. Может быть, после этого ваш фарм пойдет вверх, и вы тоже начнете лутать очень-очень быстро маунтов. Если маунт у нас падает с редким шансом каким-либо, и падает с кого-либо рарника, то мы можем просто-напросто прокачать побольше персонажей. Благо прокачка на текущий момент легкая, и можно вообще все-все-все реализовать в принципе быстро. Приходите, келяете рарника, и таким образом, хоть как-то косвенно увеличиваете свой шанс на получение этого маунта. То есть, например, если рассмотреть нападение, там малый процент дропа маунтов, но все же надо их дропать. Что у нас на текущий момент? Пульдум, справа нападение, наступление аматетов. Что у нас тут имеется? Гнилажор, пустынный мародер, птица, которая спавнится там примерно раз в 30-60 минут. Падает пустынный мародер. То есть, всеми твинками, всеми персонажами просто убиваем и лутаем. Мне же эта птица упала вообще с первого раза, и это был как раз-таки мой 400 маунт. То есть, как только-только стартануло вообще обновление 8.3, мародер упал с первого раза. Это было интересно. Что у нас еще есть, например? Исхак. Он вообще постоянно активен. То есть, раз в день просто летим, келяем его, ищем заранее собранные группы. Просто так сидеть и кемпить его на своем сервере. Ну, такая себе идея. Это тоже, в принципе, неплохо. Но намного лучше просто открыть заранее собранную группу, ввести исхак, и может быть вы что-то найдете. Но на текущий момент ничего нету. Увы, какая жалость. Рейдовые маунты. Аналогично. Какая-нибудь там Душа Дракона, Цитадель Ночи, Гробница Саргераса. Проходим последние рейды во всех сложностях, но Душу Дракона только в одной сложности можно проходить. Но делаем это, конечно же, всеми персонажами. То есть, если рассмотреть списочек по маунтам, что получается? Из рейдовых мне осталось только Ядро Инфернала. То есть, другие рейды мне, в принципе, маунтов уже не дают. Это круто. То есть, Души Дракона, НК, я инстодропнул Пылающего Дракона. Эксперимент остался. Вот единственный маунт еще с рейда, помимо Ядра. А так, то есть, ну вот, ворлдбоссы, адренорский гарнизон, еще ворлдбосс, рарничек. Следим за Аргусом, само собой. Аргус интересная локация касательно своих локалок. И если пропадет какая-нибудь локалочка на какого-нибудь мопчика, мы его идем келяем и, может быть, нам выпадет маунт. То есть, все возможно. Просто чекаем, падает ли с этого рарника маунт. Падает, убиваем. Не падает, ну, значит, не убиваем. Все просто. Далее, что идет по маунт списку. Бесшумный скат. Замечательный маунт. Успешно фармищийся в течение, наверное, пары недель уже мной. Что мы можем сделать с целью облегчения фарма? Мы открываем заранее собранные группы. Мы пишем слово soundless. Sound, окей. Сокращение можно использовать. И в тот момент, когда мы вступаем в заранее собранную группу, мы долетаем за одного персонажа. Ударяем. Потом открываем клиент батлнета. Открываем этот клиент батлнета. С первого персонажа нас выкидывает. Мы заходим за второго. За второго влетаем в заранее собранную группу. Делаем удар. Открываем новый клиент варкрафта. Заходим за третьего персонажа. Заходим в заранее собранную группу. Ударяем. И так прогоняем абсолютно всех персонажей. Неслышанка. Дает бесшумного ската. Даже по почте. Есть скринчик. Ставлю его в видосик. Можете насладиться. Какие еще могу дать вам советы? Побольше усидчивости. Побольше терпения. И все у вас будет замечательно. Не стремитесь к каким-то тяжелым маунтам. Новички на текущий момент очень любят делать какие-то секреты различные. По типу осознанного кошмара. Давайте подумаем, что такое осознанный кошмар. Что это за маунт вообще? Это маунт, который требует прохождения лабиринта. У некоторых людей нервы сдают просто-напросто. Не стремитесь делать его первые пару месяцев игры. Насладитесь другим процессом игровым. И просто-напросто пофармите каких-либо других маунтов. Покачайте репутацию. Это будет тоже полезно. Какие-то маунты просто будут не падать. Но не беда, не проблема. Мне вот, например, локалка не пролкает в легионе, которая нужна. Целью получения маунта с косумота. Но, как говорится, рано или поздно все дропнется. Про экспедиции не забываем. Хоть как-то фармим их. Оттуда тоже маунты даются. Ну и можно еще тратить дублоны. 175 штучек. Это один ящик. Один ящик это примерно 5% на дроп маунта. Разные ящики, разные маунты. Само собой, по вовхеду надо все чекать. Если вы будете покупать ящики, с которого падает тот маунт, который у вас уже есть, то само собой маунта вы не получите. И смысла от этих ящиков будет ноль. Не забываем про мифик нули. Хотя я про них забываю, неохотно хожу в них. Но ничего, ладно. Если система захочет дать маунта, она его даст. Если нет, то нет. Думаю, монолог касательно советов по маунтам можно закончить. Давайте пройдемся по коллекции. И собственно, что я дропнул за все это время. Получить 53 маунта за 59 дней это реально хорошее достижение. Почти по одному маунту в день. Само собой, я делился своими результатами в ВК группе. Ссылочка на нее будет в описании. И результаты эти публиковались с 12 сентября. Изначально я выкладывал у них всех маунтов. Поэтому 53 вы на скринах не увидите. Их где-то 45 или 46 вышло. Поехали. Первый маунт от 12 сентября. Напившийся крови охотник. Это маунт с островной экспедиции. Который выпал с сумочки за 175 дублонов. Второй маунт это прославленный лесной скакун. Который дается за достижение 125 уровень чести. Там есть и другие маунты за 150, 250 и 500. В скором времени надо будет их лутануть. Само собой. Следующий маунт 20 сентября. Химера из ясеневого леса. Падает с рарника на фронте. А именно темные берега. Следующий маунт от 22 сентября. Созданный кошмар. Видосик по его получению есть на ютубчике. Думаю найдете. Также я делал этого маунта на стриме. Запись наверное еще имеется. 23 сентября. Маунт с островной экспедиции. А именно с купленного ящика за 175 дублонов. Следующий маунт 24 сентября. Это поводья огненного боевого коня. Который падает с рейда Каражан. Он долгое время мне не дропался. Ну хотя я ходил в него не особо часто. Но вот наконец-то он выпал. 25 сентября. Мы собрались на стриме. И сделали слава рейдеру дазар Алора. Было весело. И сделали мы довольно таки быстренько его за пару часиков. 27 сентября. Сундучок за дополнительную репутацию. Великолепный Свернопотам. Дополнительная репутация с Армией Света. 28 сентября. Слава рейдеру Ульдира. Маунт напившийся крови Крок. Переходим к октябрю. Чирик 2 октября. Он выпал не с ящика за 175 дублонов. А просто-напросто с пройденной экспедиции. Да, такой шанс есть, но он крайне мал. 3 октября. Оживленный скакун. Маунт с экспедицией. Который просто-напросто был куплен с ящика за 175 дублонов. 4 октября. Ослик. Это рарник, который находится на горе Арате. Это фронт. И там есть рарники. Мы их келяем, получаем маунтов с некоторой вероятностью. Потом, через 15 минут, убил еще одного рарника. И также 4 октября объезженный на горный мустан. Еще один маунт, полученный 4 октября. Это слава рейдеру Неолоты, завивающийся паразит. Было очень интересно играть на панцирен зота. Долго ачив делался, но все-таки сделался. 5 октября. Закованный в броню гарн. Это дренорское нападение. Там можно делать нападение в 3 человека. И в тот момент, когда вы набираете платину, максимальный рейтинг, который возможен 1300 и выше, вы получаете 4 сундучка. И с двух эпических падает маунт. С некоторой вероятностью. Один все еще нужен мне. Так что я не откажусь от инвайта на такие нападения. Ну и также купил везде лед с кивилак за 6000 голды. Считаю, это хорошее приобретение и дешевое. Но все-таки это плюс маунт. Такие маунты тоже учитываются. Аналогично 5 октября. Скат волнорез освобожденных. Это маунт, который покупается в Наджатаре за Орду. И его можно юзать на обеих фракциях, как я правильно помню. То есть у Орды и у Альянса разные фракции в Наджатаре. И таким образом разные маунты. Еще один маунт, выпавший 5 октября, это темный жемчужно-шкурый Элек. Дренорский гарнизон. А именно нападение. 6 октября. Слава рейдеру Легион. Маунт, осквернитель Рощи. 7 октября. Пойманный колдорайский ночной саблезуб. Это маунт с фронта, темные берега. 8 октября. Слава рейдеру Дренора. Маунт, верховный малый гром. 9 октября. Палевый крылобег. Это маунт, который дается за прокачку пвп фракции от мщения когтя. Чтобы вообще прокачать эту фракцию, нужно изначально крылобегов всех вырастить, которые обитают на локалочках. Потом получить маунтов аналогичных примерно тем питомцам, которых вы выращивали. Потом вам открывается авиана, потом она дает вам доступ к убийству игроков на этих локалках. Потом вы убиваете этих игроков, которые тусят там на локалках любой фракции абсолютно. И только после этого вы получаете итем, который вы можете юзать на БГ, который позволяет вам добывать баджики на репутацию. Благо мне помогли люди с моего дискорда, с моего стрима, и я смог их поубивать на локалочках, за что им огромное спасибо. Далее, 11 октября. Стремительный лесной долгоног. 180 купонов ярмарки новолуния. Надо заняться будет все этой ярмарки новолуния. И купить еще дирижабль за косарик. Дирижабль, ага. Но только руки все никак не доходят. 12 октября. Слава рейдеру вечного дворца. Асшарский газовый скат. 14 октября. Уздечка золотогривки, которая была получена после 5000-172 попытки. А в чем суть? Вы идете в долину штормов и фармите мопцов. Можете делать это в группе. То есть таким образом, убивая мопчиков, есть шанс получить золотогривку. Ну вот, я ее и полутал. Такого количества попыток. Далее, 19 октября. Боевой змей клана Раджане. Нападение Могу на Вечно Святующий дол. Там есть мопчик, который находится глубоко в пещерах. Вы его убиваете, лутаете с него чешуйку с некоторой вероятностью, вымениваете ее и получаете маунта. 20 октября. Кемпинговый маунт, неуловимый, быстроног. Альпака, она появляется на определенном месте и в течение 10 минут ее можно покормить. С целью того, чтобы она стала вашим маунтом. Кормить ее нужно каким-то салатом. Но благо есть брутозавр и с помощью брутозавра можно купить этот салат. Оказывается, брутозавр полезный маунт. 5 лямов голды выкинуты не просто так. Идем дальше. 22 октября. Поводья дракона 4 ветров. С Исхака, которого я уже показывал ранее, когда рассуждал про прарников. Он активен всегда, лутать его можно легко. И получен был он после 13 попытки. Это очень мало. При условии того, что я фармил на 6 персонажах. Или на 7 даже. То есть 2-3 дня. Это очень быстро. 23 октября. Червь бездны. Он очень долго не падал. В актуале. И он очень долго не падал на текущий момент. В актуале, когда мы убивали госпожу Санжин в мифике. Этот червь упал, по-моему, вообще всем-всем-всем, кому только можно. Мне он не падал. Но тут он, наконец-то, упал. И 26 октября, наконец-то, ГМЖС получен после 99 попыток. Сколько было походов с вами. Сколько было походов до этого. И потом я еще просто нормал ходил чисто на Мегакруто. Ну и он, наконец-то, выпал. Ура. 26 октября. Также Самец Кровокопыт. В Дреноре есть различные рарники. И когда вы убиваете этого рарника группой из 5 человек, то вы получаете маунты. Или можно даже вроде бы рейдом убивать. Не помню касательно этого. Но в общем, есть рарники, вы их келяете, вы латаете маунты. Это самая главная мысль, которую нужно знать. Самец Кровокопыт это единственный маунт, которого у меня не было. Далее. Поводья Светящегося Дракона. Кемпинговый маунт, полученный 27 октября. Режим синхронизации очень помог в этом плане. Время хроме просто замечательно показывает себя. Также 27 октября. Чудней. Чтобы получить того маунта, нужно его закемпить в Носжатаре. И сфоткаться с ним, используя селфи-камеру. Произошел неприятный случай. День назад. 26 октября, получается. То есть мы кемпили-кемпили его. Я сидел около 3 часов. И он где-то заспавнился, получается. Люди его прозевали. 3 минуты он просто так летал. Потом в последние 2 минуты они с ним пофоткались. Человек 5-7. И когда мы уже прилетели, то чудня просто-напросто не было. И пришлось на следующий день покемпить. Но в итоге чудней был получен. И это не может не радовать. 27 октября. За 15 тысяч голды был куплен дрессированный кровопийца. Прыгучий кровопийца. Хороший и интересный маунт. И принцип дропа его такой же, как и у Златогривки. Но делать 5 тысяч попыток, да и даже тысячу попыток, с целью того, чтобы дропнуть этого маунта, я не особо хотел. Поэтому просто-напросто купил его за всего лишь 15 тысяч. У человека с никнеймом Кот Заглот. Едем дальше. Маунтов еще чуть-чуть осталось. 27 октября. Нефритовый доисторический дикорог. На текущий момент очень много людей пользуются временем хромия. И таким образом можно фармить каких-либо рарников. В Пандарии не исключение. В Пандарии есть Зандаларские завоеватели. На каком маунте сидит Зандаларский завоеватель, такой маунт может упасть. Чаще всего они сидят на сланцевом дикороге, но иногда и на нефритовом. Нефритовый это единственный, которым не оставался. Выпал он после 14 попытки. Стоит учитывать, что эта 14 попытка делалась именно на нефритовых мапсах. То есть сланцевые завоеватели, они не учитываются в этот отсчет. А отсчет этот производится с помощью модификации Рарити. 29 октября, великий день, верная гончая Женя получена после 18 попыток. Тот, кто был на стриме, прекрасно понимает, почему этот момент был великим. Ну окей, так и быть, поделюсь с вами касательно этого. Псарь Жень, который дропает верную гончую Женя, пресается около часа. И заранее собранных групп никто не собирает. Мне приходилось самому кемпить. Я включал стрим и шестью персонажами я просто-напросто 6 часов ждал его спавна. Это было не самое приятное зрелище. 30 октября, около 2 часов кемпинга, палевый облачный змей. Вы стоите на точку, он пролетает мимо вас, вы кидаете в него лассо и вы получаете маунта. Также это могут сделать и другие люди в течение нескольких секунд. Время ограничено с целью его получения. Через 15 минут решил просто-напросто портнуться в темные берега и нашел испуганного кода, пролетев пару раз по тем точкам, которые были указаны в аддоне. Мы закончили с октябрьскими маунтами, переходим к ноябрю. Ноябрь порадовал, реально порадовал. И он еще не кончается, стоит помнить. Пойманный дюнный падальщик. Гиена, которая падает в Валдуне с некоторых мопцов, аналогично как и золотогривка, как и прыгучий кровосос дрессированный. 1696 попыток. Фарм я делал на друиде с целью того, чтобы просто-напросто дропать побольше ткани. Это тоже полезно. Далее, 3 ноября, на вневременном острове есть интересный рарник под названием Халон. С него дропается грозовой ониксовый облачный змей. Как пишет аддон, вам повезет, если вы получите его за 69 попыток или меньше. Я как раз таки получил его за 69. Фарм происходил во время хромия. То есть нам никто не мешал, мы включали вармод, выключали вармод и таким образом фармили. Фарм был реально быстрый. 50 попыток было сделано примерно за пару дней. Ну а оставшиеся 19 были набиты уже в третий или четвертый день. Хороший быстрый фарм. Плюс один маунт. Это замечательно. 6 ноября. Был видосик по этой теме. Морской донный падальщик. Вы прокачиваете репутацию с кудесником Маргосом. Вы ловите еще немножко утопшей маны. И таким образом покупаете донного падальщика. Еще один маунт. 6 ноября. Наконец-то. Пылающий дракон. Спустя 284 попытки. Это число еще будет фигурировать в ближайшее время. Запомните его. В тот момент, когда вы делаете ачив на драконов. Когда вы лутаете всех драконов в игре. Вы получаете еще одного. Изумрудного. За достижение не будите спящих драконов. Таким образом, два маунта по цене одного. Это не может не радовать. Это реально было очень классно. То есть теперь у меня просто-напросто при походах в душу дракона не нужно тратить много времени. Мне не нужно убивать корабль. Мне не нужно убивать спину и ласта. А на это суммарно тратится минут где-то 12-17. Потому что где-то можно АФКшнуть. Где-то бои долгие. Где-то диалоги долгие. Это замечательно. При условии того, что фарм происходил на 14 персонажах. 7 ноября. Злобный Трутень. 46 попыток. Проблема в том, что злобного Трутня не всегда можно фармить. Нужно, чтобы в Ульдуме было нападение Акиров. Жуков, проще говоря. И именно в этот момент можно килять Трутня. Но у него хотя бы быстрый спаун. Около 10-15 минут. То есть вы убиваете за одного персонажа. Вы летите следующим персонажем. И вы можете даже не успеть в какой-то момент, если вдруг спаун быстро реализуется. 8 ноября. Прудовый Крапивник. Получен после 284 попыток. Помните, да? За сколько попыток был получен Пылающий Дракон. Магия чисел. Не иначе. Чтобы получить Прудового Крапивника, нужно рыбачить в Аргусе. 40-42 заброса делается за 10 минут. Таким образом, я просто-напросто выловил его за 75 минут. Это очень быстро. 10 ноября. Мне наконец-то выпала пластинка на ДК. Триумф Гнамригана. Что самое веселое. Кто внимательно следил за стримами, за выполнением ачивочек, прекрасно помнит, что мне оставалась еще одна пластинка под названием Мозговой Штурм Мимирона. Она дропается только с сдачи пружинок. Мне пришлось специально фармить пружинки, чтобы получить пластинку Штурм Мимирона. То есть, просто вдумайтесь. В итоге я начинал делать ачив на варе, потом поделал на ДК, потом что-то доделал на варе, и в итоге завершил его опять на ДК. Иметь двух персонажей просто замечательно. Особенно на которых уже сделано очень и очень много требований к каким-либо достижениям. И последний маунт, который завершает цепочку Дитя Таркали, который был получен незадолго до записи этого видосика. Да, конечно, я мог бы дождаться следующего дня, завтрашнего, с целью того, чтобы написать название видосика 60 дней, чтобы было все красивенько. Но я решил поделиться текущей своей коллекцией, текущими своими мыслями именно сегодня. Потому что скоро начнется припатч, и у людей уже будут другие требования, и у меня может не быть времени для того, чтобы записать такого формата видосик. Касательно еще маунт фарма, что могу сказать? Пользуйтесь сайтом под названием SimpleArmory. SimpleArmory это замечательный сайт, на который можно глянуть абсолютно всех маунтов, которых вы можете полутать на текущий момент времени. То есть мы просто-напросто открываем этот сайт и смотрим, откуда каких маунтов мы можем лутануть. Тут все разделено по вкладкам. RaidDropLegion, RaidDropLegion, RaidSpawn, Vendor, ну то есть паук, да, тут остался. WorldBossPandaria, RaidDropCataclyzma, RaidSpawn, ну то есть тут светящийся дракон и статуэтка верблюда. RaidSpawn, вот ЛК. Да, мне нужен таймлост, я ищу группу, я не против его покемпить. Далее с профессии различные маунты, с PvP, заседла, ворлд-эвенты, то есть ракету, да, нужно выформить. И что самое уникальное, а, тут еще не обновилось, ну, церкали есть, и прогон по мехагону тоже есть, то есть тут квадратики заполнятся. Что интересно есть на сайте, так это галочка ShowPlanner. Мы ее нажимаем и смотрим весь маршрут, по которому нам нужно фармить маунтов. У меня будет очень мало тут строчек, у вас будет побольше, если у вас мало маунтов. Пользуйтесь. Но только касательно поводей мамонта, тут ошибка. Они есть у меня, они есть у многих игроков, но почему-то Simple Armor подтупливает в этом плане. Заканчиваю на этом свой монолог. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Уверен то, что ваша коллекция после этого видосика будет стремительно расти. Вопросики можете задать в комментариях. До скорого!